привет youtube привет подписчики и гости моего канала сегодня буду укорачивать полуоси в принципе покажу свой способ сваривая укорачивание сваривания полуосей хотя видео в интернете валом каждый кто-то на что-то раст в общем надо мне выкинуть 24 сантиметра лишних именно настолько я укоротил с каждой стороны чулок с моста поэтому отступил от края шлицов 20 сантиметров но соответственно уже отметил 24 вот резать буду вот так по диагонали также по диагонали буду и сваривать в общем нет ничего проще как отрезать по диагонали и сварить в общем кому интересно давайте смотреть итак отрезал полуось по наискось по диагонали теперь надо все это дело варить варить максимально точно нет ничего проще сейчас покажу сделал я себе вот такой вот не знаю станочек не станочек какая-то станина для облегчения этого процесса старые шатуны здесь варил гайку такую же длинную шатун это 12 по 12 болт болт длинный здесь шлицевая часть гранаты шатуны между собой сварены сначала были прикручены потом сварены все это ровненько вот они разметки друг напротив друга здесь тоже самое здесь варена гайка вот такая удлиненная это удлиненка кантра гайка заточенные болты для центровки варил шайбу вот таким образом посмотрите здесь тоже самое это крепежные в общем настраивается один раз перед работой и всю сюда ставится ставим сначала полуось берем вот так ставим полуось до конца здесь специально оставил такие окна чтоб видно было ставлю до конца она упирается потом подвожу этот болт смотрю чтобы был там зазорчик пол миллиметри к все контрагаю вот она уже висит без этой станины дальше это дело прикручиваю в общем в одном из положений в одном из положений но это надо прокрутить полуось вот эти отверстия совпадут совпадут то есть можно даже вот так вот поставил грубо говоря полуось да здесь уперлась здесь вот так меряю размер меряю размер вот таким образом получается у меня здесь 35 и 2 вот здесь я написал это размер целой полуоси 35 и 2 то есть здесь он начертил метку и здесь вот начертил метку вот досюда мне нужно будет укоротить то есть выкинуть 24 сантиметра вот здесь ровно 24 сантиметра это буду считать за 0 вот но ее можно установить где угодно и уже от нее мерить нужную мне длину будем так говорить как это работает сейчас покажу в общем прикрутил эту часть здесь я когда полуось стояла я мелом отметил где у меня вверх здесь и где у меня вверх здесь так чтобы диагонали совпали то есть вот куска у нас не хватает прикрутил на 4 болта никуда нет они конусные резьба до конца этот винт даже пока не использую она сама себя от центра вала здесь ставлю до упора там конус который она упирается на ее выровняет все и нет ничего проще как поставить нужный размер то есть подвожу рукой вот подвел метки совпали проверяю сейчас у тут расстояние должно быть 11 и 2 вот так и есть видите как получается здесь больше здесь почти вровень но соосность вот этой точки и вот этой точки абсолютно будет идеальная сейчас прихватываю здесь и здесь нормально так прихватываю потом зарезаю вот так клин на клин с этой стороны соответственно снимаю зарезаю с той стороны потом обратно все это дело ставлю станок и провариваю провариваю так чтобы вот этот станок его держал ну соответственно болты затяну соответственно болты затяну чтобы его не крутила полуось вот и все нужный размер не нужно держать в руках не нужно целиться ничего не нужно дальше я сейчас покажу как это все дело будет происходить сама варка и настройка и так прихватил на две точечки все отпустил гайки чуть отодвинул болт закрутил сильнее так чтобы центр понятно из шлицо все это дело вышло и и здесь этот болт подогнал все обратно его тут притянул легенько буквально легенько все это вот прихватки пока теперь в полуось спокойно вращается биение буду проверять вот здесь на этой шайбе так как это все дело делалось и вваривалась очень аккуратно и точно тот судя по этой шайбухе мужики никакого биения полуоси абсолютно нет абсолютно нет хотя она у сварена видите когда этот край вроде как вровень идет этот так вот потому что она не знаю имеет все равно неровности вот в общем как то так буквально я не знаю тут прошло времени от отреза я больше с камерой бегаю чтобы это все показать и заснять как это все просто делается вот сейчас опять зажимаю в трубные тисы выбираю фасочки с этой стороны с этой ставлю на станок сюда же и обвариваю вот чтобы ее не крутила мужики чтобы не крутила сначала поставлю в таком положении прикручу даже может прихвачу просто струбцинами этого добра у меня хватает конус отцентрует остальное дело до струбцинами прихвачу и все чтобы ее можно было доставать ставить в нужном не положении в общем разберем сейчас как-то так все снимаю фаски и начинаю проваривать установил обратно в шлицевую часть выбрал вот такие вот фаски не знаю будет видно не видно отлично в общем все подвел как надо так как отверстия сейчас на данный момент не совпадают зажал двумя струбцинами по всей плоскости она прилегла все начинаю сейчас обваривать с одной стороны потом убираю меняю местами с другой стороны это для начала потом начну уже проваривать чисто вращая только на конусах вот и все полуось заварено осталось только за шлифовать ее по крайней мере вот здесь вот город этот сбить а везде на через сальник пройдет можно даже и ничего с ними и не делать все отлично горячая еще зазорчик смотрю вообще замечательный нигде ничего никого вот и все делов ровно я не знаю тут вот укорачивания до установки обварки тут 10 минут мужики 10 минут вообще идеально ну вот пока первая полуось остывает отрезал вторую полуось также выставил 11 и 2 вот так это получается здесь небольшой зазорчик впрочем он мне абсолютно никак не мешает сейчас опять прихватываю зарезаю на клин и обвариваю все руками ничего не держу ничего не центрую здесь центрует этот винт в лицах здесь соответственно ну этот винт и сами болты вот как то так все это разбирается быстро при помощи гайковерта элементарно просто здесь ключом вообще чуть-чуть поджал достаточно потому что сейчас прихвачу надо будет его отпускать забыл показать что здесь она вот попадает не на край и не сюда ну то есть такая вот полуось интересно также на целой полосе давал отметины где у нас будут совпадать отверстия и соответственно шлицы так чтобы разрез совпадал потому что можно его вставить под любым углом все пилил на глаз говорится довольно таки еще и ровно ну вот и вторая полуось сварена готова все тут осталось немножечко шлифануть совсем чуть-чуть ну или померяю сальником старым если через сальник проходит то пускай он так в мосту и крутится крепче будет все зазорчик здесь я не знаю мерил так на линейку принципе линеечка так с трудом ну ну влазит смотрим просто шикарно отличная получилась штука для центровки одной части другой части выставления нужного размера не надо в руках держать не надо целиться все показывают свои станки но уже полуось находится на прихватках вот только остается ее обварить да а никто не показывает сколько времени занимает само выставление вот этой соосности я пробовал как-то варить полуось на малыша кстати там стоит вареная одна полуось 1 нарезанная я наверно часа полтора или два одну полуось настраивал выставлял чтобы потом ее обварить ну никак вообще никак здесь я сейчас засек время от вырезания нужного размера и сваривания у меня заняло 12 с половиной минут на одну полуось то есть разметить вырезать поставить прихватить зарезать обварить все вот вот до такого состояния 12 с половиной минут не вообще не задумываясь ни о чем выставил нужный мне размер какой должен быть полуось и все не контрагаю еще вот как-то так в общем сейчас проверю сальником старым сальником если сварка проходит ничего не цепляется то я даже может и шлифовать не буду крепче будет не будут утончать металл так вот эту окалину только позбиваю и все отлично вообще кайф мне понравилось очень быстро удобно блин вообще капец и максимально точно так все собираю мост до кучи так наживил редуктор на четыре болта вот так можно было на парочку но взял на 4 более айковерт не руками крутить сделал три прихватки с трех сторон здесь 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 когда отрезал чулки пометил где какой флянец и какой стороной должен стоять здесь две рисочки болгарка сделала здесь сверлышком две штуки то есть но здесь было как раз напротив шва напротив шва я и засверлился также и поставил ты для чего для того чтобы удержились яки которые держат колодки примерно хотя бы стали относительно ровно да вот как они должны быть также точно здесь сделал одну рисочку здесь рисочку здесь то есть риска напротив шва чтобы он не так не так поставить как она именно как было все отлично никаких не закусов не перекосов ничего нет редуктор вращается одним пальцем грубо говоря вот так же как и полуоси и элементарно все просто в принципе можно на этом видосы закончить посмотрели как я укорачиваю полуоси уже никаких проблем абсолютно с этим не испытываю не с размером не соосностью вообще ни с чем флянцы вварил осталось поставить сальники заменить сальник на редукторе редуктор нужно почистить то есть подготовить все это дело под покрасочку также почистить барабаны тормозные эти все принадлежности и будем собирать раму кому понравилось не забываем палец вверх писать комментарий добавляться в мою группу самодельщиков ссылочка в описании также как и ссылочка в описании на второй мой канал в общем всем удачи с вами был санек еще увидимся